Татьяна Аркадьевна Театр для детей и юношества так, как люблю его я Театр для детей и юношества я люблю Почему? Как модель театра А что значит модель театра? Мы сейчас поговорим об этом Я люблю театр, который работает для детей и для юношества Таким образом, должен быть театр, работающий для людей среднего возраста Для людей, значит, уже пожилых совсем Почему же тогда нет вот такого вот разнообразия театров? Так ты считаешь, что это неправильная придумка? Нет, я не считаю, что это неправильная придумка Наверное, это не самая худшая придумка Но мы сейчас поговорим об этом с нашими гостями Это лучшие представители, лучшие люди Я не хочу сказать, что это актеры театра для детей и юношества Это просто хорошие артисты Ольга Двоченкова и Сергей Городецкий Мне хотелось бы продолжить представление людей, которых мы пригласили Мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов рассказали о себе Я знаю, что вы не харьковчане Что вы попали в труппу этого театра по разным совершенно мотивациям Из разных уголков бывшего нашего Советского Союза Я оговорюсь, Сергей как раз харьковчанин Он просто долгое время работал вне нашего города А Оля, конечно, это представитель доблестной воронежской школы По-моему, ты пришла в театр юного зрителя в Харьковске по приглашению Беляцкого в 1983 году Когда нужно было распределяться, я оказалась, как бы, нигде у меня не было никакой точки, куда бы надо было распределяться И мне знакомый один сказал Слушай, тут был на гастролях театр из Харькова, ТЮС Вот поезжая туда, вот они там, у меня там есть какой-то знакомый режиссер такой был Байрах Марк, ты его найди, ты ему скажи что-то от меня, может быть, там тебе, так сказать А был такой зав, не постановочная часть, а помощник режиссера завтруппой По-моему, Марченко его была фамилия Он меня встретил, говорит, нет, 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 нам никто не нужен, нет, до свидания, до свидания, уходите Какой-то мужчина крупный, солидного вида, сидел внизу на проходной Говорит, а вы зачем? Я говорю, да я вот как-то вот показаться приехала, а говорят, мест нет и вот и уеду Говорит, пойдемте за мной И он меня вводит в кабинет, где написано заместитель директора Это был Юлиус Четовровский на тот момент, действительно заместитель директора театра Там по, я не знаю, по кадрам, по хозяйственной части И приводит, заводит в свой кабинет главного режиссера Беляцкого Говорит, вот приехал кадр, он хочет показаться, давай посмотрим, давай посмотрим И, конечно, я не ожидала, что ко мне так хорошо отнесутся Потому что мне дали неделю на подготовку, чтобы я показалась Показалась с отрывками, которые вот я привезла, значит, из дипломных спектаклей Дали партнеров, заслуженного артиста Вадима Полякова, там, значит, еще партнерша У меня было два отрывка Я неделю ходила в театр, репетировала А потом на сцене был показ, тогда это так Значит, пришла труппа, худсовет В тот же день мне, значит, Александр Георгиевич Беляцкий говорит Так, вы нам понравились, худсовету Приезжайте и все, оформляйтесь Как молодой специалист, вот я пришла совершенно случайно Попала в Харьковский ТЮЗ И вот хочу сказать к слову, что я настолько благодарна, что меня так вот как бы приняли и взяли И благодарна по всей день И поэтому, наверное, в этом основная причина, что я в нем осталась, задержалась Олечка, вот перехватывая как бы инициативу Я понимаю, что ваш переход в театр был действительно очень серьезным Как в хороших взрослых профессиональных театрах То есть вы показывались, вы смотрели, к вам отнеслись серьезно, вам дали партнеров То есть это было все очень как бы солидно Скажите, вот сегодня практикуется это в театре? Вот сегодня, вот вы говорите, что я очень благодарна, я поступила тогда Да, вы поступили в очень хороший период для театра Александр Григорьевич Беляцкий, о котором мы сегодня уже вспоминали На встрече с еще одним актером И как бы вокруг этого имени мы вернемся к этому человеку в отдельной передаче Сегодня как это происходит? Хочу сказать сразу к слову, я была последняя, кого взял Беляцкий В труппу, вот как режиссер, потому что он сразу, это было летом И он сразу ушел в театр Шевченко после этого Оставив тот задел, который он наработал театр вместе с ним Сейчас этого не происходит По той простой причине, что и худсовета в театре нет Ну подождите, худсовет при Беляцком, это тоже понятие такое Беляцкий, был Беляцкий, был лидер Который увидел вас и решил, что да, наверное, это человек достойный того, чтобы мы его серьезно посмотрели Я думаю, что он мотивировал этим свои какие-то вам обещания Нет, он никогда не принимал самостоятельно никаких решений Потому что рядом был Чайкин, рядом был Товкач, рядом был Антонов, Поляков И решение принималось колледиально Сегодня нет художественного совета, но есть главный режиссер Последний, кто показывался на моей памяти в театр, на сцене, и их смотрела труппа Это вот как раз Сергей Городецкий и Галина Мисюкевич, его жена-супруга, которые приехали из Ивана Франковска Они показывались, вот на сцене мы их видели Какой это был год, я не помню Это 96-й 96-й год Кто тогда был в театре? Юрий Борисович был То есть Юрий Борисович уже вас брал Да, с тех пор как бы, ну вот, я не помню, что были показы Просто берут студентов, набирают, допустим, Юрий Борисович ведет курс, или вел курс в Институте искусств И он берет своих студентов, которых он знает, молодежь, там, ребят или девчонок Вот, вот, вот таким образом это происходит Меняем тему и переходим, конечно, к нашему следующему гостю Конечно Да, ну мой приход в театр был более презаический Я 25 лет проработала на Франковске в театре До этого же у меня была масса ролей за плечами Уже в какой-то степени был уже устоявшийся взгляд на театр Где вы учились, простите, я сразу вас перебью Учился я в Харькове в театре Шевченко Это в 71-м году Это была студия, да? Студия Мэшкис был у нас с Ивченко и Тарабарина вели студию Я в Ивченко учился И в 73-м году, закончив, уехал в Анафранковск И поэтому ни особенного выбора не было У меня с детства было два любимых театра Я жил напротив театра юного зрителя тогда И с 60-го года, с дня открытия, я ходил на все спектакли Вторая любовь – это театр Шевченко И когда я через 25 лет по семейным обстоятельствам Сын уже вырос, поступил в театральном Харькове Вернулся на родину Я первым делом, конечно, пошел в театр Шевченко Но там как раз тут был период Как раз и Борис уходил, Игорь Александрович Там такое безвластие было Мораторий в театре Никого не выгоняем, никого не берем В общем, ну, пришел в ТЮЗ Нам предложили показать что-то, показывать было что же Репертуар был, так что нам особенно времени и партнеры не нужны были Мы с женой показались Касмин пришел, сказал, мы вас берем На первую категорию, там, другого места не было Я уже тогда, по-моему, мастер был, да Мастер сцен уже была категория Говорю, ну, на первую, на первую я хочу работать в театре Не имеет значения, какая категория Ну, вот так Но что я хотел еще сказать Я шел в другой театр Я шел в театр своего детства Тот театр, который я любил Вот тех людей, которых Оля называла И, честно говоря, я немножко так С робостью, с каким-то трепетом Приходил в этот театр И, слава богу, были те актеры еще Я немножко с ними успел поработать Но для меня ТЮЗ был, это они Это они Это те спектакли, которые я видел Доктор Ивболит, РВС Что, какая-то божественная комедия Вот он запомнил до сих пор эти спектакли Но, когда я пришел, вроде эти люди были Потом вдруг где-то в течение года Какое-то там сокращение штатов И до сих пор мне непонятно Почему под сокращением попали лучшие силы театра Это вопрос, который мы, как бы, очень часто Да, хотя ответ на поверхность, извините Да, да С такими людьми всегда сложно общаться Сложно работать Потому что они имеют свой взгляд Они имеют позицию жизненную Как же можно обескровливать театр Сразу в таком мощном... Ну, потому что, Сергей прав Талант – это всегда уровень независимости Здесь идет уже со стороны более слабой режиссуры Более слабого управления Нужно обязательно подчинить все какой-то зависимости А степени этой зависимости О присутствии, допустим, позиции Или отсутствии таковой Вот мне бы хотелось сейчас поговорить Я думаю, что начать нужно с того, что на сегодняшний день Театр для детей и юношества – это совершенно отрезанный ломоть От государственного бюджета Никто, по-моему, не пытается вообще понять всю проблему Трагическую проблему о том, сколько получают актеры этого театра Какая самая большая ставка Ведь там смешные ставки совершенно Люди работают... Ну, я не знаю, кто-то из страха вообще потерять любимую профессию Кто-то из-за любви действительно к театру, к тому, что он делает В театре нет ни одного заслуженного артиста Это уже о чем-то говорит Как, на сегодняшний день ни одного... Ни одного человека со званием Кроме главный режиссер Юрий Старченко Он заслуженный деятель искусств Но он получил это звание до того, как он пришел к главному режиссеру Работая, да, в другом театре Нет, даже не в Хмельницком Он получил его в мускомедии Как бы мы сегодня не относились к званиям Этот вопрос уже как бы за кадром Мы понимаем, что звание это стимул для актеров Несомненно Все равно Но у вас не возникало никаких, ну, вот, как бы, естественно, недоумений по этому поводу И обращения к художественному руководителю или главному режиссеру Как? Это, во-первых, не престижно для театра Мы ходили в управление культуры Вот актеры Вот Галина Мисюкевич Мы не должны ходить в управление культуры С главным режиссером вместе То есть какая-то вот такая вот ударная команда театра И по поводу статуса театра По поводу положения театра По поводу званий Дело в другом Вот то, о чем сказал Саша Что тюц отрезанный ломоть Что он не нужен городу Иногда возникает Или области Иногда возникает ощущение Что кому-то это нужно Какая-то ведется политика тайная Какая-то подспудная интрига Чтобы этот театр наконец прекратил свое существование То есть мы все время в состоянии Закроют, не закроют Нужно, не нужно А какой имеет право закрывать Ольга, вот скажи мне, пожалуйста Я, например, знаю о таком факте Который практиковался на протяжении долгих лет в вашем театре Что на определенные достаточно большие промежутки времени Ваш бывший директор мог переводить актеров на процентное содержание То есть кого-то на 25%, кого-то на 65% То есть кому-то выплачивались, допустим, отпускные А потом за свой счет Неужели это не могло вызвать Ну просто чисто человеческий протест Ну вот я не знаю, меня ущемляют в моих социальных там, допустим Каких-то, просто залазят ко мне в карман Элементарно грубо Почему я что, настолько раб ситуации Настолько боюсь, что прихлопнут этот театр И я настолько не уверен в своей позиции человеческой, творческой Вы же считаете себя талантливыми людьми И правильно считаете Потому что без этой, пусть минимальной, но какой-то уверенности в этом Невозможно работать на сцене, да Вы выходите все-таки, веря в то, что вы что-то можете Правда? Как могло вот такое... Сейчас я отвечу Тут сведения такие немножко не совсем точные Потому что 65% ежегодно, каждый год Трупа уходит в отпуск Это считается официально Ну, отпуск у нас там 30 рабочих или сколько-то дней А потом 2 месяца мы сидим за свой счет Но не за свой счет, а на 65% Это связано с государственным финансированием На сегодняшний день я знаю, что уже государственное финансирование Ограничено 50% от той необходимой суммы Которая обычно она выплачивает Кто вам сказал, что 65% государственное финансирование По заработным платам? Кто вам это сказал? Вам это сказал ваш директор? Какие права юридические, социальные он имел Для того, чтобы оставлять людей? Или тогда он говорит Вы не работаете, но будете получать 65% Это тоже не нормально Он поступал очень хитро Он с каждого практически брал расписку То есть я по своему желанию писал ему лист Ну, по своему желанию можно веревку попросить, чтобы... И поэтому я прикрывал это собой То есть к нему уже никаких претензий Он просто показывал, вот заявление Тут, ну, как бы образовался некий клубок взаимоотношений Что первично, что вторично Вот тут нужно разматывать С одной стороны, я понимаю, что есть трупы Есть люди, есть судьбы, есть жизни, да Сегодня выступает в передаче «Акценты» с Арсеном Борисовичем Аваковым Была встреча нашего вице-премьера Дмитрия Табачника Который произнес, озвучил следующий текст Скоро мы планируем провести мониторинг По профессиональным театрам Украины Для того, чтобы закрыть театры, которые сегодня не соответствуют, допустим, какому-то определенному творческому... Потому что на балансе государства мы не можем держать такое количество театров профессиональных И начали с того, что было сокращено ядро театра Мне кажется, грубо говоря, многие оттуда еще растут Дело не в том, что нас на 60%, на 20% отправляли Мне до сих пор это удивительно И первый раз было удивительно Как творческий коллектив в разгар сезона на 2 месяца уходит за свой счет Или какие-то нам дают 10-20 отгулов в феврале месяце Мы выпускаем один спектакль Выпускаем, нас начинают в том забирать выходные дни, да Вводы в переводы Но у нас, кроме отпуска, еще 3 месяца уходило за свой счет Нам что, нечем было заниматься? Я просто думаю, что люди, которые начинали сокращение, все это У них свой план был Им не столько нужна была творческая единица, как можно было место для работы Какое-то кресло, какой-то кабинет, в котором можно было решать свои личные проблемы А насчет того, почему мы молчали, я так понимаю вопрос Почему творческие, талантливые люди молчали Ну, этот вопрос мы до сих пор задаем Почему при Сталине все молчали? Ну, в общем-то, да Все все понимали, но молчали И все прекрасно понимают А самое страшное происходит, на мой взгляд То, что сейчас работники театра развращены Вот этим безделием Вот этим вот приемом на работу Сейчас все проходит Не нужно готовиться, не нужно быть семипядей во лбу Не нужно делать роль Ничего не нужно, потому что все проходит Можно любого студента в любой момент взять его за шиворот, вытолкнуть на сцену Еще и походу подсказать ему, куда идти, что говорить Ну, не скажет, так не скажет А потом так же легко вышло на сцене Это все, это очень чувствуется, да Это и чувствуется по рабочим сценам Вот последний спектакль, мы играли, щелкунчик Мы стоим с Винютина на сцене И в какую-то паузу делаем на сцене Стоит сплошной гул Одновременно разговаривают все Рабочие сцены, актеры, не занятые в спектакле Билетеры могут зайти за кулисы Реквизиторы, помощники Ну, кто стоит за кулисы, все одновременно говорят Это зашло в норму, в ужасную, страшную норму И то, что мы не нужны городу Это тоже одна, как ты скажешь, украинские складовые часты Это все развратило настолько, что сейчас просто всем очень удобно Дело в том, что театр превратился в такой чемодан без ручки И вроде как бы и жалко Да чемодан, это наша профессия Я имею в виду отношение города к театру сегодня Не ваше, а именно города Творческая профессия подразумевает определенную перспективу Если эта перспектива загоняется в тупик Вот на сегодняшний день Вы что, хотите сказать, вы благополучные люди У вас очень много ролей Вам есть что вспомнить, да? Да Да, если мне не сегодня вспомнить У меня за последние 10 лет Но есть что вспомнить Только сказать Но Сергей работал в другом театре Ведь проходит сейчас самое полнокровное творческое время И вас лишают возможности А мы ее ищем Более того, подводят к такой ситуации Что в любой момент могут сказать Да, этот театр не перспективный И этот театр попадает под нашу Как ты сказал Мониторинг Мониторинг Да, мониторинг Прекрасное слово Это не мое Я просто вычеркнула Мониторинг Да, процитировала Это ужасно, да Можно я скажу Я хочу вот к вопросу об уровне Как бы вернуться Мы не видим процесса театрального на Украине Уровень мировых стандартов театральных Которые там представляет, допустим, Москва Санкт-Петербург Уровень украинского театра Какого? Театра Курбаса Или театра Заньковецкой Когда Мария Заньковецкая работала Корифеев Корифеев Уровня современного украинского театра На что опираться? Покажите мне этот уровень эталонный Современного украинского театра На который мы будем опираться И под который будем подгонять уровни других театров Олечка О каком уровне идет речь? Я прошу прощения Уровень, извините, везде ровный Он везде практически одинаковый Нет, я не могу с этим согласиться Нет, здесь мы сейчас уже касаемся другого уровня Уровень профессиональной культуры Это должны быть нормы, которые соответствуют законам театра Законам сцены Да, да, несомненно Они утеряны Они уничтожены людьми Которые, в общем-то, не считали Должным соответствовать какому-то Или следить за этим уровнем Когда Сергей говорит Разговаривать за кулисами Там то-то, то-то Уместно задаться вопросом Кто должен следить за этим? Кто должен это отслеживать? Кто должен прекращать это? Кто, на ваш взгляд? Кто? На ваш взгляд На мой взгляд, сами актеры Масса людей Есть, опять же, коллегия Есть завтрупы Есть помощник режиссера Главный режиссер Улетовик не согласен Не уследит Ни коллегия не стоит Понимаете, это не детский сад С горшками Ольга, я вам хочу сказать Что это не ваша профессия Нет, ну мы тут Мы тут уже касаемся Театра Мы касаемся театра Театра как структуры Совершенно верно Но Сергей совершенно прав Что это уровень этики Каждого человека Который пришел работать Не работать, служить Как раньше Каждого человека А этому его учит Школа Та же самая этика Станиславского От которой мы приходили в ужас В свое время А сегодня ее читаешь И вспоминаешь О тех временах Как о чем-то вообще Таком несуществующем Как во сне происходящем Перед нами сидят два человека Которые получили школу Рядом с ними работают люди Которые школы не имеют И тем не менее Я бы не ставила так острый вопрос Они имеют эту школу Он сам по себе Остро так и выходит Вы растворяетесь Я назову пятерку Допустим Актеров Которых я могу назвать Профессиональными актерами В вашей труппе Сегодня С большой натяжкой Все остальное Вы растворяетесь В толпе Абсолютно не профи Не профессиональных актеров Могу это доказать Но не буду Тратить на это время Я считаю Что этика Этические нормы Работы в театре Определяются Конечно Человеком Который возглавляет Художественное руководство Театра Теперь я задаю Провокационный Один вопрос По поводу Там подкладок Того что На кого ориентироваться И прочее И прочее Значит Мне кажется Что в этой связи Вот театр Шевченко Имеет в этом смысле Очень богатую историю Приглашение Каких-то режиссеров Каких-то там Заговор фиесков В Гену И там какая-то группа Ведет переговоры С одним режиссером С другим У вас есть Хотя бы Подобные Внутренние Пусть интриганские Но движения Там Пригласить кого-то Хоть на постановку Прийти в то же Управление культуры И сказать Дайте нам возможность Поработать с этим режиссером Дайте нам возможность Что-то пощупать У нас На все эти вопросы Которые мы естественно Поднимали У нас всегда один ответ Нет денег Конечно Конечно В это все упирается И я хочу сказать еще По поводу Вот если Действительно Зреть в корень И вскапывать причину Того Что сейчас происходит И к чему мы Собственно говоря Пришли Вот мне не кажется Что так уж Как бы все плохо На самом деле Но Эти процессы Начались гораздо раньше Вот ушел Александр Григорьевич Беляцкий Понимаете Сильные спектакли Сильные постановки У меня было Когда я пришла в Тюз Это одно из моих Сильных театральных Самых сильных театральных впечатлений Это Мечанин во дворянстве Спектакль Беляцкого Где царил Антонов и трупа И коллектив И спроси Когда-нибудь у трав Став рок-опера На тот момент В 80-е годы Юрий Евсюков Гениальный Который там Гениально работал И молодежь рядом И все очень достойные У меня в Москве От театра на Таганке Было такое чувство Откровения Понимаете Потрясения И тюз Вот два Сильных впечатления Театральных И хотелось Соответствовать Единственное Желание было Соответствовать Этому всему уровню Александр Юрьевич уходит Приходит другой режиссер Борис Иванович Варакин Он ставит достойные спектакли Вполне профессиональные Очень качественные Заставляет работать Заставляет думать Заставляет Как-то вкладываться Много говорит Много требует И Оказалось А был очередной режиссер Там Анатолий Яковлевич Замечательный человек Он сейчас в Америке Оказалось Что это актерам Тюза Не совсем комфортно Что мы Мы в тюзе За эти деньги Зачем Трудить Зачем напрягаться За пять копеек За сто гривен Зачем Выучили текст Пошли на сцену Разыграли Покривлялись Рассказали И все И то что сейчас происходит Это все На подготовленную почву Пришло Такую историю Приблизительно имеет Каждый театр В связи со сменой Художественных руководителей Там с деградацией Общего уровня культуры И так далее Естественно Мы говорим О сегодняшнем дне И о том положении Которое сегодня Есть в театре Поверьте Нам с Александром Егорчим Мы искренне Искренне Хотим Чтобы в нашем городе Был такой театр Мы верим Но в каком виде Вот я вам скажу Совершенно искренне В том виде В котором Сегодня существует театр Я в данном случае Не говорю о конкретных людях Я не говорю А может быть Отдельных Каких-то Всплесках Крупицах Там Действительно Достойных Серьезного разговора Творчества В том виде В котором он существует Сегодня Это очень проблематично Понимаете Ну а чего далеко ходить Вот давай Сейчас и спросим Какая реформа Возможно Чтобы этот театр Обрел вторую жизнь Вот два опытных человека Вот на ваш взгляд Вы думали наверняка Вот на твой взгляд С чего бы ты начал Если бы это был Создание команды Как нормально делается Команда Кем создание Сергей Кем создание Ну во-первых Должна быть личность Театра Креативная личность Которая Объединит вокруг себя Я почему Вот вспоминаю Когда пришел Игорь Александрович Борис Ивана Франковская Я например считаю Что лучшие свои спектакли Он поставил Именно Ивана Франковская Согласна И он пришел С чего Я помню С чего начинал Он пришел Ему нужен был Завмус Он себе Болитмейстер Завмус Художник Саша Семенюк Прекрасный художник Он сначала собрал Вокруг себя этих людей Директора театра Довел до слез До инфаркта Довел Но все-таки Наш Ирина Антоновна Починил Общей какой-то цели И они тогда Что-то стали И начали Они с того Что они начали Создавать творческую атмосферу Сначала в коллективе Мне просто повезло в жизни У меня масса режиссеров Была прекрасных таких И все хорошие режиссеры Начинали с того Что создавали сначала Творческую атмосферу И только в творческой атмосфере Что-то может родиться Сейчас у нас в ЮЗИ Нет команды Как это сделать? Вы правильно говорили Наша профессия Наша актерская этика Требует подчинения режиссеру Какой бы он ни был Но это моя профессия Если бы я хотел по-другому вести Наверное мне нужно было Становиться режиссером И чего-то там командовать А моя профессия Требует от меня подчинения Я прихожу И это моя трагедия Моя беда Что по своей жизни творческой Я встречался с разными режиссерами Которым я вынужден был подчиняться Как эту команду создать? Помогите Давайте Если нет в ЮЗИ денег Может быть стоит С какими-то молодыми Крепкими режиссерами Договориться Бесплатно как-то поставить спектакль Литературную часть потянуть Чтобы у нас литературная часть Какие-то появились произведения Достойные театра для детей и юношек Ну хорошо Мы все время Как бы в данной ситуации Да, я понимаю Мы немножко лукавим Потому что мы сегодня Говоря Вы не лукавите Потому что я понимаю Что это тот вопрос Этики Который действительно Связан с вашей работой И профессией Мы не называем Сегодняшнего Лидера вашего театра И претензии Это в общем-то В основном сегодня К нему Мы не называем Юрия Борисовича Старченко Потому что он сегодня Руководит театром И отсутствие команды Как таковой Да И свободное попадание И формирование труппы По большому счету Лежит на его плечах И на его Как бы Творческой совести Мне бы не хотелось Чтобы вот так Одним рощерком пера Сказали Мониторинг Все Мы закрываем Чуз в Харькове Хватит пять театров Вместо шести Не хотелось бы Я вам говорю Это искренне Очень не хотелось бы Но для того Чтобы Кто-то мог сказать Извините Вот этот театр Сегодня Имеет очень хорошую перспективу И мы видим Что пройдет Совсем немного времени И мы получим Замечательные Творческие какие-то Результаты Этой работы Для этого Нужно что-то делать сейчас Потому что Набат уже прозвучал Уже прозвучал В конце концов Вот Почти 90 лет назад Этим занимался Не кто-нибудь Созданием театра В Харькове А Николай Николаевич Синельников Были привлечены Лучшие силы Для создания В 20-м году Детского театра В Харькове Почему сегодня Никто не смотрит По сторонам Никто не ищет Этого человека Во-первых Есть управление Культуры Областное управление Культуры Которое впрямую Должно курировать И то есть Просто по температуре Градусником Вымерять уровень Творческих возможностей Того или иного театра Вот где нужно В первую очередь Реформировать Откуда начинать Рыба сгниет Гниет с головы Это однозначно Сегодня никто Ничего не делает Для того Чтобы спасти Для того Чтобы помочь Для того Чтобы выправить ситуацию Наоборот Вот работают По той системе Тонущего Люди получают За это Большие деньги И уверяю вас Не такие Как артисты Театра для детей Я думаю что да Потому что это Государственные чиновники Поэтому за эти деньги Нужно работать Отрабатывать эти деньги Перед государствами Перед людьми Ну значит Нам предстоит Очевидно Встреча Которая так у нас И не состоялась Мы приглашали сюда Нину Антоновну Супруненко На нашу встречу К сожалению У нас Она не смогла Прийти там По каким-то Объективным причинам Хотя Я ее видела Недавно На передаче Акценты У Арсена Борисовича Авахова Где Она читала Прекрасно Свои стихи Издана Ее книга Она Поэтесса Хорошая Поэтесса И Больших Ей творческих Успехов Но очевидно Ей не стоит Забывать о том Что У нее есть Должность Должность Которая называется Начальник управления культурой И вот в этом смысле Мне бы хотелось Конечно Чтобы Вопрос о театре Для детей и юношества Сегодня был Вопросом С Шапкой СОС Вот для меня Это Это как проблема Сегодня Беспризорных детей В стране Вот для меня Сегодня Проблема Вашего театра Беспризорная Она вот такая Значит Мы должны Прежде чем Получим в козивку Из Киева Из министерства Мы должны Разобраться В своем регионе Как жить Этому коллективу И как выживать Этому коллективу Дальше В тех условиях Если нужен коллектив Нужен этот театр А если не нужен Так надо честно сказать Ребята Вы понимаете Но опять же Нужен не нужен Кто должен честно сказать Как так вопрос Знает Это неправильный вопрос Меня постоянно Обвиняли в том Что сделали из меня Чуть ли не врага Отрицающего Вообще Все детские театры Я пытался Всегда Разозлить Расшевелить Найти какую-то Ответную реакцию Чтобы люди не молчали Пускай они хоть Каким-то образом Сводят счеты со мной Конечно Ну хоть как-то Прозвучат Мы получили Это звучание В одной из телевизионных Передач Нам рассказали О том А как можно работать В театре Где течет Канализация Да Так кто же вам виноват Что она так течет На канале Симон Была программа Кстати Олечка По-моему Принимала там участие О вашем театре Художественный руководитель Говорит о ржавых трубах Раз Молодая актриса Говорит о том Что ее не слышно Без радиомикрофона Два Молодой актер Говорит о низкой заработной плате Отсутствие сапог Там кожаных Или Софьяновых Не знаю И все это вместе То есть Эти проблемы Если мы будем начинать С этих проблем А не с проблем Творческих То тогда Разговор с нами Не будет вестись Поверьте мне Мы должны начинать С более Творческого процесса Который либо есть Либо отсутствует В театре Но понимаете Как бы творческий процесс Он подразумевается Это само собой разумеюще Это та данность Которая просто есть Это не Вот как я это понимаю Не надо обсуждать А то вот эти проблемы Значит Температуры И всего Крыша течет И что невозможно Работать в этих условиях Это как бы Второе На сегодняшний день Очень важно Потому что люди просто мерзнут А творчество Оно предполагается Что оно как бы Вот есть Оно у нас есть Это предполагает Мы снимаем Это как бы Должна быть норма жизни Тех людей Кто должен Этим заниматься Этого ничего нет Ну кто-то есть Который должен Чинить трубы Конечно Выбивать деньги на крышу Заменять стекла Конечно И топить вам батареи Это то что мы слышали На каждых собраниях На каждых собраниях Вы хотели Директор Дворческих собраний Денег нет У нас то-то плохо То-то плохо То-то плохо Все плохо Вот так вот Видите как могильные крышки Так нас накрывали И все И голову оттуда не высаживали Мы много раз говорили Где кутцами Поэтому мы были довольны Даже 60% Понимаете То есть такое еще нечто Театр уничтожен практически И никто не понес За это ответственность Вот что меня волнует Никто Все об этом знают Мною было написано 8 статей По этому поводу 8 статей Единственное что Сбили это приятно Мне было видеть Изуродовали памятник архитектуры Сбили балкон Потому что он действительно Мог задавить там Отряд идущих пионеров На спектакль Все На этом дело закончилось Наверное все деньги ушли туда Более того Если ты помнишь У предыдущего Начальника управления культуры Любовь Георгиевна Морозко Мы просто были с тобой На приеме И вдвоем Поднимали вопрос О положении Театра юного зрителя Мы просто Били во все колокола И криком кричали И предлагали Достаточно конструктивные Всякие Вещи Мы не были услышаны К великому сожалению Мы не были услышаны Нам на премьеры Не приходят С управлением культуры Мы понимаем Что там смотреть Может быть Какой-то уровень Их не устраивает Но прийти на премьеру И пообщаться с актерами Так как мы сегодня общаемся Управление культуры Пришли бы к нам Сели бы Нет Но в музыкомедии Они присутствуют На всех премьерах У нас Пришли бы Сели бы Поговорили О наших проблемах Без камер Так просто по человеку Сереж Мы ходили К Нине Антонов Мы ходили Они к нам не ходят Я просто тебе расскажу Мы пришли к ней И говорили Вот о статусе театра Она говорит Ну Об этом даже не заикайтесь Там академически У вас У вас не тот уровень Юрий А какой у нас уровень Вы видели спектакль наш Кто видел Вот Низку спектакли Отсматривал И анализировал это Да Я была Я видела Я была на премьере Нич перед риском Перша Ди Я побачила Мы не дуже сподобалось Она тут же В ответ мне отвечает Алло У вас так голосно У зале Значит В зрительном зале Было очень шумно Дети шумят Сложно смотреть Потому что дети шумят Галдят И я посмотрела И я ушла То есть она была Нина Антоновна была Присутствовала И с одной стороны Какое-то вот Вообще мнение сложилось Что низкий уровень А с другой стороны Начальник управления культуры Говорит Нет Мне понравилось И нормальный уровень И она предложила Сделать акцию Пригласить губернатора Так сказать С журналистами Все это как бы Поднять интерес к театру Говорить о театре Как говорится Ну и Ну и Вот занимаемся этим вопросом Полгода уже занимаемся Татьяна Аркадьевна У меня вот такой вот вопрос Кто дал право Нине Антону Нисупруненко Определять уровень Она что Не превзойденная специалист Нет Она поднимала этот вопрос Министерстве культуры в Киеве И там ей ответили Ну а те тем более Никогда не были Министерство культуры Присылало свои Так в том-то иди Ну так об этом же Вы пришлите экспертов Вы пришлите экспертов В Киевских Каких угодно Да Совершенно верно На сегодняшний день Я считаю уровень один Но только некоторые имеют Академический Для того чтобы каким-то образом Поддерживать Своих актеров А кому-то в общем Практически на сегодняшний день Остался один театр Для детей и юношества Не обремененный Не охваченный Академический Академический Да Хотя он имеет на это Полное право Потому что это был первый За выслугу лет Государственный театр Ну да Если как говорил Смелянский Если как говорил Смелянский Паразитировать На статусе своего происхождения Тогда еще СССР не было Когда он появился СССР появился в 22-м году А он в 20-м Да Я думаю что сегодняшний разговор Был достаточно полезным Хотя бы для того Чтобы всколыхнуть Может быть у кого-то вызвать Раздражение Этим разговором У кого-то может быть Найти отклик в душе И кто-то откликнется И скажет Да-да-да Действительно надо что-то делать С этим театром Но я думаю что Давайте тогда Вместе Каким-то образом Решать эту проблему Если вам не безразлична Судьба вашего театра Опять же Это ваша судьба У нас сейчас новый директор Лариса Михайловна Дедюля Она несколько лет 10 или 14 лет Поработала в театре До этого И мы разговаривали с ней Чтобы привлечь внимание К театру Давайте созовем там Круглый стол Пресс-конференцию С критиками С журналистами Поговорим о проблемах Да Сейчас она все это Так сказать Ну как сказать Мягче Разбирает все те дела Которые там Технические Поскольку она директор И До творчества Конечно Ну она директор Там нет Как бы У нее полномочий Для этого Но в принципе Вот такое движение Создайте инициативную группу Среди актеров Вот Сегодня два человека У меня сразу вопрос Кто этим будет конкретно заниматься Это нереально Понимаете Немножко Сережа Ты будешь инициативной группой Или я буду Это все начнется Сначала И каждый будет Нет Это нереально Были письма подписывали Пока не будет лидера Нормального Творческого лидера С театром Ничего не произойдет Поэтому мы сейчас Татьяна Аркадьевна Выйдем из кадра Оставляем вас наедине С нашими Телезрителями И то что вы не договорили В очень короткой Мобильной форме Пожалуйста им скажите Я хочу поблагодарить ведущих Которые нас сюда пригласили И меня поразило Действительно Вот искренне я признаюсь Вот Это озабоченность Нашими проблемами Это здорово Что кому-то мы нужны И я хочу поблагодарить Людей С которыми я Работаю в театре Это действительно Истинно театральные люди И это не обязательно актер Вот есть несколько Ну вот человек Который в этом театре Служит Преданный ему И понимаете Вот мне кажется Что на их плечах И этот театр Сохранен Работает Живет и действует И в общем-то Радует своих Юных зрителей И я Хочу поблагодарить И сказать огромное спасибо Нашим зрителям Нашим детям любимым Их родителям Которые приходят к нам Которые мы пытаемся От всей души Нести праздник Радость Ну настолько Насколько У нас это получается Да Я чтобы не повторяться Единственное скажу Приходите к нам в театр Мы во всяком случае Актеры постараемся Быть честными С вами со сценой И чтобы вы получали Огромное удовольствие Посетив наш театр Ну а все остальное Будем стараться решать Мы вас очень любим Спасибо До встречи Ну вот знаешь Такое ощущение Вот мы пригласили Очень милых Мне кажется Людей И действительно Хороших актеров Хороших актеров Потому что Я даже не могу Их назвать хорошими Как бы соотнеся это С тем Что я вижу сегодня Я просто понимаю Как бы потенциально Что это хорошие актеры Потому что Мы их по большому счету То не видели В этом городе По большому счету Ну может быть В какие-то там Первые На первых этапах Их работы То что сегодня происходит Не дает нам возможности Рассмотреть Понимаешь Рассмотреть И этих актеров И может быть Еще каких-то других Которые есть в театре Поэтому Грустно Грустно конечно И грустно Что это на первый взгляд Вот весь наш разговор Такой шурум-бурум Он как бы Вдруг превращается В такой замкнутый круг Да мы поговорили Поговорили А кто А лидера нет А кто это организует А кто это будет сейчас Все Выстраивать Понимаешь Вот как Круг-то действительно Замкнутый Я что хочу сказать Вот к таланту Этих людей К сценическим лидерам К творческим лидерам Я бы еще Вот Добавил Героизма Вот не хватает Героизма Не хватает Вот той гордости За свою профессию Я бы сказала Достоинство профессионального Достоинство профессионального Оно уничтожено Оно вытравлено Это не их беда Так сделали Потому что Когда Сергей сказал Вспомнил Осипа Виссарионовича У меня прям содрогнулось Все внутри Думаю Как же так Да мы же уже Как бы совсем В другое время И страх Который присутствует Как атовизм В каждом из знаков Но он все-таки Уже где-то глубоко А к асцене Нет, Таня Ты бы все поняла И не задавала Эти вопросы Если бы в свое время Посмотрела Милый спектакль Слава богу Что его быстро сняли Как рыбы на охоту ходили Я его посмотрела Ты его посмотрела Я посмотрела Мне было Поэтому мне странно Слышать от тебя Нет Мне физически Было плохо Очень Потому что Он вызывает Абсолютно физиологические Какие-то ощущения Детям во всяком случае Этого показывать нельзя Я когда-то Посмотрев Ну, несколько спектаклей Я могу к этому Перечню Там Причислить И спектакль По Островскому Женитьба Бальзаминова Который потряс Мое абсолютно сознание Совершенно Сценографию На сексуальном уровне На сексуальном уровне И многие другие вещи Вот мне кажется Что это очень опасно И вот То, что мы хотели Тогда с тобой прокричать Да, что Театр для детей Юношества Может быть Ну, даже скучным Потому что Нет веселых Хотя он не может быть скучным Как может быть детский театр Скучным Но он не может быть пошлым Мы пришли к одному Брать на себя Но этот круглый стол Должен проходить На уровне Областных властей На уровне И общественности театральной С привлечением Конечно И экспертов Театральных критиков Может быть Приглашение людей Из Киева Но это серьезный разговор И еще раз повторю Что мне бы очень не хотелось Чтобы театр Который мы знаем Который Воскрешает в нашей памяти Замечательных людей Замечательные Сценические образцы Сегодня попал под этот самый Мониторинг И быстро был прихлопнут Как бы На общих основаниях Правда Мы любим вас И очень хотим Чтобы вы выжили И давайте объединяться Давайте действительно Делать все Вместе И сообща Мы спасем Этот театр Мне так кажется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому